здравствуйте друзья в прошлом видео было как подключить OLED дисплей к Arduino сегодня решил тоже самое сделать с LCD дисплеем Nokia 5110 тоже вот это автор FB блоков Славас здесь есть вот где сайт FLPROC вот там блоки пользователей блоки пользователей здесь есть вот Nokia 5110 вот сюда отсюда можно скачать FB блоки скачать вот отсюда можно скачать FB блоки и кроме того еще здесь дополнительный вот строка вот есть и рамка модернизированная то есть это блоки строка отсюда можно можно дополнительно скачать там как раз позицию можно менять уже с входов то есть не внутри FB блока меняется с входов давайте я вам покажу вот некоторые вещи которые я сделал покажу и посмотрим вот сделал сейчас подождите выключу опять включу чтобы работала камера работала вот сейчас работает побольше сделаю так и так так не красиво получается вот так здесь ну как типа метеостанции сделал вот данный момент показывает 29 градусов атмосферное давление 748 миллиметров ратутного столба время 15 32 37 самарское время вот и вот здесь вот это BMP 180 датчик атмосферного давления и температуру тоже показывает а это часы реального времени DS 32 31 вот так вот это давайте я несколько других вещей тоже покажу что я специально не вот это то что я сейчас показал вот это у нас метеостанция как бы вот эта метеостанция здесь это вот этот датчик ну прошлое видео уже рассказал как это работает температура вот эта температура давление показывает давление показывает ну на дисплей и здесь еще время это время тоже покажу что-то не хочет так время вот это DS 32 31 здесь вот по этой здесь нельзя время не устанавливается это надо во время вот это загрузки проекта надо во время загрузки проекта надо этот как бы синхронизировать с времени компьютером давайте покажу это как делается вот допустим все делали здесь есть инструменты инструменты часы реального времени часы реального установка реального времени вот у нас у нас DS 32 31 но в моем случае вот это вот здесь 3DS 30 07 но можно и здесь 32 31 тоже у меня здесь нажимаем загрузить скетч вот это я показываю как время установить может кто не знает чтобы часы правильно ходили а то первоначально как его включат там часы другие будут показывать так теперь этот скетч и вот это чтобы часы загружаем в arduino так загрузили вот теперь здесь далее нажимаем и здесь у нас показывает вот часы вот это в компьютере часы а время в часах у нас надо вот подключиться у меня ком порт 5 вот подключаем вот показывает данный момент у меня время вот совпадает с компьютером как бы но чуть-чуть тут расхождение есть вот отсюда вот здесь синхронизировать время нажимаем и время синхронизируется уже одинаково что в компьютер все там время установили на на DS 32 31 вот таким образом время устанавливается там сейчас уже там ничего у нас не будет показывать вот видите пустой экран там уже ничего нету потому что мы там другой скетч давайте опять вот это опять загружаем вот то что было загрузим то есть таким образом вот время устанавливаем на DS 31 32 что и правильно показывали никаких кнопок я не сделал здесь схемы так это все вот теперь я опять появился уже время правильно ходят как в компьютере вот здесь вот так так давайте теперь это другой что-нибудь покажу вам так давайте здесь есть линия вот линия вот изменяет вот позицию вот и по такой сделал давайте загружать и потом я объясню как это все работает давайте загружаем это так вот теперь смотрите вот теперь смотрите вот линия вот здесь показывает позиция по иксу по игрек вот стоит одинаково здесь позиции позиция по иксу меняется и до сюда дойдет до этот и обратно и все обратно тоже опять начнет вот это таким образом работает давайте давайте другую еще так круг тоже сделал так загружаем круг так теперь круг в размере меняется больше но здесь я хочу сказать чуть-чуть неправильно работает как эллипс получается точно круга нету как эллипс получается давайте другую сейчас еще что делал да вот позиция вот это самое лучшее для меня это очень понравится то есть получается вот у нас вот здесь это строк строка и икс икс и мы при помощи вот отсюда даем число и можем позицию строки менять куда хотим вот таким образом вот я сделал схему какую-то сейчас загрузим и посмотрим как это работает так давайте здесь посмотрим вот теперь смотрите что у нас получается вот этот текст текста суда двигается доходя сюда сюда на 10 пикселов вниз сюда и опять и до конца идет потом сверху начинает движение здесь это по иксу иксу позицию показывает здесь по игроку текст здесь на тексте английскими буквами написано барев это переводы с армянского означает привет здравствуйте вот типа так сейчас сюда дойдет и опять текст отсюда начнется вот это отличный фб блок мне очень понравился и я хотел бы здесь как бы сделать чтобы остилограф сделать именно на этом фб блоке но у меня не получается это из-за того что то есть это что бы вот это допустим вот здесь сейчас покажу здесь я уже не может не может замудрил здесь не получше короче говоря вот здесь эта точка я хотел бы точку сюда поставить по 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 игреку допустим середине чтобы ну чтобы этот было а по иксу как строчную развертку сделать с генератора сигнал подавать чтобы вот это вот эта точка двигался сюда большой скоростью и линия образовался когда когда по игреку там этот какой-то даем число вот эта линия вверх или вниз то есть с аналогового входа это подключать это как бы осуд задаваться вот это частота строк и при помощи этого стилограф получился бы но генератора я не знаю почему вот вместе с lcd дисплеем и кроме того вот прошли видео тоже пила там будет дисплеем тоже сами я не знаю это чем связано частота генератора я не могу увеличить ну там этот увеличивая но он как бы медленно вот эта точка вот так медленно двигается до нужных пределов не могу увеличить поэтому не получился хотел осциллограф как попытаться сделать ну ладно это не получилось и здесь что еще давать теперь этот посмотрим как это все работает первоначально вот сюда давайте вот вот автор этих фб блоков вот я это блоки вам не показалось здесь у меня пользовательские блоки вот где nokia вот посмотрите вот эти фб блоков сколько здесь разных разные вещи можно делать автор вот этого творения так слава 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 звать вячеслав я хочу поблагодарить вячеслава за хорошие вот это фб блоки удобно на нем работать на них работать и приятно работать единственный вот минус который я уже сказал почему-то генератор плохо работает вместе с этим я не знаю то чем связано так и я вам наверно до показал уже откуда это можно скачать до показывал давайте еще в один вещь я вам покажу будете делаться вот давайте новый проект создать зим новый проект создать зим но выбрать готова и посмотрите что здесь такой вот создаем когда новый проект обязательно отсюда вот этот где граф lcd-50 вот это обязательно любой проект надо сюда ставить если это не будете ставить у вас не ничего не будет ничего не будет то есть компилироваться не будет и допустим строкую ну здесь есть строк вы да есть большими два два вот это есть варианта вот два варианта есть вот это который из буква t это маленький шрифт это побольше шрифт давайте который побольше оставим так и такой момент вот это здесь посмотрите значение вот это 60 это контрастность когда больше здесь написано что до 127 можно то 127 можно но больше 60 лет 70 и этот экран черный становится то есть больше 60 лучше не давать это оптимальный режим меньше меньше уже может можно вот это так и еще здесь вот какой-то было из этих год ванн и двенадцатый дэцэ который вот дэцэ двенадцатый здесь неправильно как бы вот пени обозначены я так понял у меня первое действие так делать как здесь не работает не работает поэтому я по-другому для давайте схему покажу так вот это так если будете вот это lcd дисплей nokia 5110 подключить карту вот как здесь по схеме вот так посоедините а то здесь вот если там немножко совпадает вот это двенадцатый который соединен двенадцатый вот это цель который там по-другому ну так работает я так делал то есть вот эта схема вот это метеостанции тоже вот это как подключена это все будет у меня на сайте кто интерес кому интересно можете оттуда скачать сделать и еще на сайте выложу еще вот скетч вот этого метеостанции как бы скетч там тоже выложу кому интересно сделать это давайте продолжим так вот теперь как все это работает вот чтобы вот это работал вот посмотрите здесь значение по иксу по игреку надо задать вот если что-то хотите писать по их значение если 0 по игрек 0 это сверху вот начнет у вас будет показывать вот отсюда вот отсюда будет показывать давайте что-нибудь сделаем так это надо включить включаем его и чего-нибудь здесь пишем какой-нибудь текст ставить константу допустим ну так вот допустим это ставим и давайте вот этот проект загрузим 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 г г г г г г г Да, что-то только закручается. Вот это, сейчас загрузим туда. Так, загружили. Вот текст появился здесь. Давайте, вот отсюда можно уже текст вверх-вниз двигаться, справа налево. Ну, справа, там весь текст занимает вот эту верхнюю строку. Давайте здесь значение поменяем, допустим, 25 пикселов сделаем. Вот этот текст теперь 25 пикселов вниз пойдет. Вот теперь вот этот текст сюда вниз пойдет 25 пикселов. Вот вниз пошел. Так, тоже самое вот. Вот тоже самое вот как это. Вот теперь позиции. Вот тоже вот это. Копируем. Вот это удалим теперь. Удалить. Вот здесь то, что написано было. Вставить константу, допустим, сюда. Вставить. Так. Давайте по иксу ноль пускай будет. Что-то я не знаю. По иксу. Вот допустим ноль пускай будет. А здесь давайте. Давайте еще. Сейчас. Подумаю. Где у нас. А, да. Ну, давайте мою любимую алгебру. Вот это. То есть это давайте вот по иксу. Чтобы было. вверх вниз. Вот это чтобы. Ставить константу. По иксу. Допустим. Пускай будет. С нуля. С нуля. Готово. А здесь. Пускай будет. Да, опять что. Я не так делаю. Ставить константу. И здесь пускай будет. Ну, пускай будет 30. Здесь. Генератор. Поставим. Так. Где генератор. Вот. Генератор. Сюда подключим. Подключим. Генератор. Сам подключим. Это. Здесь. Сделаем. Симметричный. Мультивибратор. Генератор. Здесь. Сделаем. Пятьсот. Миллисекунд. Текст. Это. Здесь надо. Через. Эр. Триг. Чтобы стабильно работать. А то. Так будет. Триг. Будет. Текст. Так. Это. Сюда. Подключили. А это. Игрек. Подключили. это тоже подключаем так теперь что у нас получится вот этот текст вот здесь рандом случайные числи будет с 0 до 30 и здесь это по игреку будет перемещаться этот текст должно так работать сейчас посмотрим видео тоже а теперь этот прыгай сюда туда давайте еще кое-что сделаем вот еще число сюда подадим чтобы видно было где еще один экран вот это еще подключим так тут надо перевратить строки преобразование строк так так и здесь давайте по игреку 0 а по иксу давайте чтобы вот в углу где-то показывал нас так давайте здесь ну 40 пускай будет так опять это загружаем так Продолжение следует... Так, здесь показывает, на какой позиции по Y. Но обе смещаются. Давайте немножко там поменяем. Вот который 0, здесь немножко другой, чтобы он не смещался. Ну, здесь, допустим, 10 пикселов. То есть, он уже выше не поднимется. Опять загружаем. Чтобы не наложился, вот это где-то отсюда тоже. Продолжение следует... Так, всё, это загрузили. Теперь этот текст уже сюда не попадёт. Вот 10 пикселов, вот отсюда вниз будет как бы. А это число показывает позицию вот этого текста по Y. Вот таким образом, простым образом, всё это настраивается легко, удобно. Ну, вот ещё что тут показать. И здесь это... Самое главное, вот когда будете делать вот это, не забудьте. А то не будет компилироваться у вас. Вот пользовательские блоки оттуда, где показал, скачивайте. Вот сюда, где пользователь, сюда загружайте. И там вот этих не будет. Вот этого не будет. Вот это тоже отдельно уже сказал. Надо будет тоже скачать, чтобы... И это тоже не будет. Это отдельно, где показал, оттуда можно скачать сюда. Вот таким образом всё это работает. Так, и... Что тут? Тут есть и линии там, и по Y можно вот это поменять, чтобы поменялся по X можно. Здесь это... Прямоугольники можно делать, линии можно сделать, разные роды. Так, всё это очень просто, легко делается. Давайте опять загружу. Ну, что сказать. Удобно с этими пользовательскими блоками работать. Кстати, ещё раз поблагодарю Вячеслава за отличные блоки. Чуть-чуть поработать. Вот это... Как его... Круг... Ну, как эллипс. Эллипс-образно, немножко показывает. Остальные вроде нормально всё. И ещё этот... Почему с генератором плохо работает? Не знаю. Вот этот момент тоже, если было бы... Хорошо было. Вот так. Так, таким образом всё это работает. Спасибо за внимание. Подпишитесь на мой канал в YouTube. До свидания.